Духовность человека Наш музей является отделом Зеленчукского районного краеведческого музея имени Сергея Филипповича Варченко. Музей был открыт в августе 2014 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию 150-летнего юбилея со дня основания нашего села. Для того, чтобы жители села смогли побольше узнать об истории родного края, о жизни великих людей, познакомиться с деятельностью отличившихся в той или иной сфере сельчан, двери музея всегда открыты. Экскурсовод музея Марина Дебижева всегда с улыбкой встречает гостей, открывая им удивительный мир истории. В 2002 году я поступила на работу в Зеленчукский район и краеведческий музей главным хранителем. Проработала там до 2012 года. Потом мне предложили другую работу. Я поработала немножко на другой работе. А в 2014 году, когда пошел уже разговор о том, что в селе хотят открыть музей, инициатива, кстати, пошла от жителя нашего села, человека, внесшего большой вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи, Кузьминова Виктора Георгиевича. И он мне сказал, ну ты знаешь эту работу, давай, может быть. И мы с ним начали создавать этот музей. Ходили по домам, просили экспонаты. Как местное население среагировало на это все? Пошли навстречу, помогали? Вы знаете, были и люди, которые не очень-то верили в то, что это вообще нужно селу. А сейчас, когда заходят и видят на стендах своих родственников, бабушек, дедушек, даже прадедушек, которых уже нету в живых, им, конечно, делается приятно и видно, что они довольны. Музей – это целый мир. Непременно он помогает подрастающему поколению села разгадать, одухотворить и полюбить его. Музей способен стать умным наставником взрослеющего человека. Именно потому и частые гости Марины Ивановны – ученики средней школы села Хасаут-Греческая. Первый стенд музея называется «Дорога сквозь века». Здесь информация о передвижении переселенцев, как они шли вдоль берега. Здесь карта, где они раньше проживали, город Аргеруполис. Потом схема конечного передвижения переселенцев. Кардоникская, Хасаут-Греческая. И фотографии многодетных семей. Вот макет конуса для производства древесного огля. Греки в то время уже занимались производством древесного огля. Как они это делали? Толстые бревна складывали конусообразно. Вся эта конструкция обкладывалась мхом и внизу поджигалась. Несколько дней это все тлело. Образовывались угольки. Потом они эти огли аккуратно складывали в корзины и вывозили в минводы на продажу. Покупали этот уголь богатые владельцы домов, которые содержали квартирантов для самоваров, для каминов. Следующий стенд нашей экспозиции называется «Вихри враждебные». Здесь фотографии людей, которые принимали участие в Первой мировой войне, революции, гражданской войне и народное хозяйство. Здесь информация о созданном в 25 километрах южнее села в пойме реки Аксаут лесозаводе. Здесь люди, которые работали на этом лесозаводе. Также экспонаты. Вот у нас, например, есть рычаги, клин для перемещения бревен. Как это все происходило. Там была запань, где собиралась вода вместе с водой бревна. И потом они эту запань разбирали, и бревна вместе с потоком сплавлялись вниз по реке. Следующий стенд называется «Коллективизация». Здесь фотографии колхозников, первых председателей колхоза, молочно-товарная ферма и остальные трактористы, все, которые были задействованы в сельскохозяйственном производстве. На стенде «Дыхание лавин» информация о боях на Марухском перевале. Здесь информация о том, что захват высокогорных перевалов Кавказа гитлеровское командование возложило на 49-й отдельно горно-стрелковый корпус. Это альпинисты высшего класса, которые проходили обучение в горах Швейцарии, в Альпах. Поэтому наши места им были знакомы по роду деятельности. Что нельзя сказать о наших бойцах, которые принимали участие в этих боях. У них не было не только военного опыта, у них не было просто даже житейского опыта, потому что это были курсанты военных училищ. Поэтому жертв было очень много. Поисковики находили и по сей день находят останки наших бойцов на ледниках в период массового таяния. И потом происходит перезахоронение этих останков. В частности, вот фотография на братской могиле на новом кладбище в станице Зеленчукской. Во время Великой Отечественной войны из села Хасаут-Греческое ушли защищать родину более ста человек. Из них 37 погибли и пропали без вести. Нынешнее поколение помнит каждого поименно. Память о них живет. Самый большой стенд в нашем музее посвящен Великой Отечественной войне. В частности, нашим ветеранам. Всего из нашего села ушло на войну 102 человека. 37 из них погибли, остальные вернулись, продолжали трудиться в родном селе. Здесь фотографии также партизанки Надежды Кецаровой, которая погибла при выполнении боевого задания. Главная улица села носит ее имя. Кузнецов Федор Тимофеевич также был убит немцами при выполнении боевого задания. Он тоже был в партизанском отряде за родину. Все эти экспонаты военные были собраны поисковиками под руководством Кузьминова Виктора Георгиевича в 1973 году. На стенде «Несломленный народ. Информация о депортации карачаевского народа». Это трагическая страница в истории карачаевского народа, когда 2 ноября 1943 года был выслан весь народ в районы Средней Азии и Казахстана. То, что произошло во время депортации, просто не поддается никакому человеческому осмыслению. Это очень тяжелые годы, когда погибло треть населения карачаевского народа, 69 297 человек. И генофонд карачаевцев был восстановлен только спустя 16 лет после возвращения на историческую родину. Здесь перечисляются 12 семей, которые на момент депортации жили, проживали в селе Хасаут-Греческое. И фотографии первых карачаевцев, которые вернулись и обосновались именно в нашем селе. Следующие три стенда – это образование, культура, медицина. Образованию, конечно, уделялось большое внимание, но так как школа была первая построена только в 1904 году, то дети просто занимались со священником Кузьминовым Анастасом Абрамовичем. Потом была построена вот эта школа, она называлась Одноклассное министерское училище. Состояла она из двух комнат и учительской небольшой. Но на тот момент люди считали, что этого здания достаточно для того, чтобы обучались дети первопоселенцев. Ну, буквально через несколько лет уже было понятно, что оно очень маленькое, и нужно строить большую школу. В 1937 году за счет средств государства и местными умельцами была построена школа, которая стоит по настоящее время. Здесь первые директора школы, учителя, также которые работают по настоящее время. Здесь, на стенде культура, наши ансамбли художественные, также гармонисты, гитаристы. В селе были две музыкальные династии. Это Апачевы и Филимяновы. Наибольших успехов в области культуры наше село достигло при директоре Филимянове Харлампе Георгиевиче и ходуруке его жены Филимяновой Надежде Прокофьевне. В настоящее время тоже из нашего села есть ребята, которые создали ансамбль греческий, и без их участия не проходит практически ни одно мероприятие. В первые десятилетия после основания села отсутствие врачебной помощи сильно сказывалось на людях и приводило к большой смертности среди первопоселенцев. Люди умирали от простых простудных заболеваний, от инфекционных, от брюшного тифа, малярии. Это стало побудительной причиной для того, чтобы люди обучались медицине. Вот здесь фотографии людей, которые, жителей нашего села, которые закончили медицинские институты и потом оказывали помощь во всех областях медицины по всей нашей республике. Вот, допустим, Халджиев Анатолий Константинович, он долгое время работал главным врачом Зеленчукской районной больницы. Это заслуженный врач КЧР, заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения и социальной гигиены. И на последнем стенде фотографии людей, которые достигли определенных успехов в той или иной сфере своей деятельности. Это и режиссеры, это и доктор исторических наук. Батчаева Лиза Сеидбеевна, она, мы называем ее летчицей, она окончила Харьковское высшее военно-авиационное училище летчика. В настоящее время на заслуженном отдыхе. Зурначев Георгий Иванович, мастер сыродел, у него очень много наград. Орден Трудового Красного Знамени, орден Ленина, медали очень много у него. Также театрал. Чаушев Исрафиль Назбеевич, ну, это доктор, его все знают, Дибиже Виктор Васильевич, это профессор, он преподавал в институтах, в университетах. Это первый доктор в нашей Карачаево-Черкесской автономной области. Долгое время работал главным врачом тоже в Зеленчукской больнице, потом хирургом. Ну и вот люди, которые прославили, так сказать, наше село. Редактор субтитров А.Семкин